Мы представляем случай, который фактически в нашей больнице этот ребенок находился впервые. Раньше мы такого не встречали, может быть по проблеме того, что была затруднена диагностика и не было соответствующих методов исследования. Фактически этот случай для нашей больницы первый и для нашего отделения, третьего инфекционного отделения в том числе. Мы представляем редкое аутовоспалительное заболевание из группы иммунодефицитных заболеваний. Это так называемый синдром дефицита меволонаткиназы. Он имеет еще второе название, это гипериммуноглобулин Ди, гипериммуноглобулин Эмия. В чем здесь складывалась ситуация? Этот ребенок, девочка, 2 года 8 месяцев, она впервые поступила к нам в апреле 2016 года. Из-за намного известно, что ребенок от первой очень желанной беременности, маме уже около 40 лет, имеется неблагоприятный семейный анамнез. Дело в том, что мама перенесла рак молочной железы, и кроме этого в анамнезе у нее имеется еще и бронхиальная астма. Как показывает анамнез, я немножко перелистаю этот слайд. Вот чем отличалось течение заболевания? С рождения, фактически, как нам рассказывала мама у девочки, периодически подъемы температуры. Причем подъемы температуры были очень высокие, она достигала 39 градусов. И вот каждый подъем температуры, он связывался участковым врачом только с двумя заболеваниями. Поначалу это трактовалось как острое респираторное заболевание или острое респираторная вирусная инфекция. А по мере взросления ребенка, когда подошел срок прорезывания первых зубов, трактовалось как лихорадка на фоне прорезывания зубов. В возрасте двух лет вот у нее впервые появляются очень выраженные, вернее не впервые, а они были до этого очень выраженные авты на языке. Был подъем температуры до 40 градусов, который сохранялся в течение трех дней. Затем температура на фоне якобы жаропонижающих снизилась до субфибрильных цифр. Ну и вот в этот период мама, так скажем, все-таки настояла на том, чтобы ребенок был обследован. И с неясным диагнозом, а практически диагноз, когда она поступала к нам, звучал как острая респираторная инфекция, афтозный стоматит, вот она впервые поступает в наше отделение. Значит, у нас хочется обратить внимание, что вот, что было очень интересным. Извините, я ошиблась, мама не рак молочной железы был, рак шейки матки был. Что было у нас интересным? Вот такой анамность температуры несколько дней дома до 39 градусов. Когда ребенок поступил к нам, мы такой лихорадки уже не видели. И температура сохранялась на субфибрильном уровне. При этом, что было интересно у девочки, что вот мама описывала ярчайший афтозный стоматит, а у нас всего-навсего была одна единственная авто на левой боковой поверхности языка, причем в стадии обратного развития, вот ее даже фотографировать не имело смысла. Правда, до этого мама рассказала, что она была на консультации в центре имени Дмитрия Рогачева. Там тоже поначалу диагноз, в общем-то, никак не формулировался. Но было проведено очень сложное исследование, это определение уровня интерлейкинов. И результат был не готов к тому времени, а исследование проводится очень долго. Но, тем не менее, было высказано предположение, что вероятнее всего у девочки имеется аутовоспалительное заболевание, синдром Маршала, и что она подлежит длительному обследованию. До поступления к нам ей был назначен в центре имени Дмитрия Рогачева преднизолон как пробное лечение в дозе 15 мг в сутки. Но, как рассказывала мама, когда ребенок был госпитализирован к нам, что до назначения преднизолона, что после, клиника болезни была одинаковая. То есть назначение преднизолона никак не повлияло. Когда она пришла в наше отделение впервые, это был апрель месяц, у нас отмечался выраженный лейкоцитоз 17,6, вот мы видим, был лейкоцитоз нейтрофильный, сегменты составляли 68%, соя была 8 мм в час. И вот это одна единственная авто. При этом ЗЕВ был умеренно гиперемирован, то есть говорить о том, что были признаки яркой вирусной инфекции, не было никакой возможности, и мы ее оставили просто так. Мы не назначили антибиотики, она получала только у нас в отделении виферон, в жаропонижающих необходимости не было, потому что температура субфибрильная. На третий день она у нас была выписана, и было рекомендовано обследование, все-таки обследование ребенка продолжить. Мы оставили синдром Маршалла под вопросом, он был поставлен до нас под вопросом, был поставлен диагноз иммунодефицитное состояние, но еще один нюанс был, при обследовании девочки были выявлены очень высокие титры антител к цитомигаловирусной инфекции. Ей два с лишним года, но уровень ЦМВ достигал практически 200-280 единиц, правда класс иммуноглобулинов G. Мы рекомендовали продолжить обследование в институте, то есть, простите, в центре имени Дмитрия Рогачева, она была обследована. Но вот что у нас обращало внимание? Вот если обратить внимание на классическое течение синдрома Маршалла, он был описан совсем недавно, в 1987 году. Что для него характерно? Это лихорадка в течение 3-6 дней, которая появляется внезапно, периодичность лихорадки 3-8 недель, дети имеют, как правило, автозный стоматит, очень характерен для этого синдрома, его описывают везде, это шейный лимфоденит, в англоязычной литературе он звучит как цервикальный лимфоденит и очень выраженный фаренгит. Что было у нас? Вот все фактически было, была лихорадка, правда, с периодичностью 2-4 недели, был автозный стоматит, но абсолютно никаких признаков шейного лимфоденита и яркого фаренгита мы не видели, была умеренная гиперемия. Ребенок ушел, были получены результаты по ее обследованию интерлекинового комплекса в институте в центре имени Дмитрия Рогачева, в июле месяца она у нас появилась повторно. И вот в июле месяце мы могли сделать фотографии в первый день при поступлении девочки, что бросалось в глаза, это вообще был какой-то кошмар и тихий ужас, совершенно выраженнейший автозный стоматит, причем авты располагались преимущественно на слизистой языка, на спинке, на боковых поверхностях. При этом сказать, чтобы это вызывало вот какой-то болевой синдром у ребенка, такого впечатления не сложилось. И аналогичная ситуация была, что Зев абсолютно гиперемирован, вот такой страшнейший, ужасный язык, но гиперемии Зева практически нет. В крови примерно те же самые изменения с лейкоцитозом и с нейтрофильным лейкоцитозом. Правда, была соя 27 мм в час, С-реактивный белок был незначительно повышен. В нашей больнице норма это до 10 единиц в литре. И опять-таки мы обошлись без антибиотика, назначением только противовирусного препарата, но опять мы не уверены, правильно ли это было сделано. Ребенок был переведен, не переведен, вернее, а настоятельно все равно рекомендовали, что нужно обследоваться там, где это возможно. И в итоге вот в сентябре месяца она дважды проходила обследование в центре имени Дмитрия Рогачева. И в центре имени Дмитрия Рогачева был окончательно подтвержден диагноз, что имеется иммунодефицитное состояние. Согласно методам секвенирования, было диагностировано, что имеет место очень редкое действительно заболевание с аутовоспалительным генезом. Это синдром дефицита меволонаткиназы. Значит, хочется еще раз подчеркнуть, что этот случай описан в нашей больнице впервые. Также в центре имени Дмитрия Рогачева была назначена пожизненная терапия так называемым ингибитором интралекина-1. Он имеет коммерческое название «Иларис». 60 мг подкожно, один раз в 8 недель. Мама оказалась вот настолько как-то хорошо настроена к нашему отделению. Она предоставила все выписки, обследования в центре имени Дмитрия Рогачева и в частности схему введения этого препарата «Илариса». Начиная с сентября месяца она регулярно поступает в центре имени Дмитрия Рогачева четко раз в 8 месяцев. Мама страшна, в общем-то, признательна, потому что уже ни одного приступа, начиная с сентября месяца, у нее по типу такой лихорадки и автозного стоматита не было. Она вот звонила нам, это было в начале марта этого месяца, и прислала вот все документы, которые были. Ребенок чувствует себя прекрасно, совершенно адекватное поведение, больше ни одного эпизода ОРВИ у нее не было. Но была дана инвалидность ребенку, и, конечно, вот такая терапия заместительная, пожизненная будет теперь уже на всю жизнь. Спасибо большое, Александр Ильична. Если можно, два вопроса. Первый, Александр Ильична, напомните нам, пожалуйста, какие диагнозы звучали при наблюдении ребенка амбулаторно? Ну вот амбулаторно, Андрей Леонидович, ребенок поступил к нам только с одним диагнозом, опять-таки после консультации в центре Дмитрия Рогачева. До наблюдения звучало два диагноза. Часто рецидивирующие ОРВИ и синдром прорезывания зубов. Все, больше никаких не было. Спасибо. Александр Ильична, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, на жаропонижающие препараты была четкая положительная реакция у этого ребенка? Была, Андрей Леонидович, но она сохранялась недолго, где-то мама говорила, максимум в течение четырех часов. Спасибо. Вот пока длился этот период лихорадки, несколько дней, три-четыре часа, не больше четырех часов, потом опять температура поднималась сверху. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, не думайте, что это редкая патология. Просто очень много таких деток проходит под другими диагнозами. Вот Александр Ильична начала с того, что синдром Маршала в большинстве случаев, пока доктор сам не увидит, не услышит, не потрогает, этот ребенок будет наблюдаться с диагнозом хронический танзелит. Если ребенок с ангиной, в кавычках, не дает эффекта на проводимую терапию антибиотиками, жаропонижающими средствами, вспомните сегодняшний разговор. Это может быть вариант ауто-воспалительного заболевания. Их много. Это не самые тяжелые варианты, которые сейчас обсуждаются. Есть более серьезные. Но если нет эффекта от проводимой антибактериальной терапии и антиперетиков, это могут быть варианты ауто-воспалительных синдромов. Единственным способом на сегодняшний день доказать, необходимо проводить генетическое обследование. Оно дорогое. Другой способ. Для москвичей нет проблем. Больница имени Спиранского, городской центр иммунопатологии, отделение иммунопатологии. Пожалуйста, направляйте таких деток туда. Если есть возможность за счет самой семьи обследовать, в период приступа возьмите прокальцитанин, возьмите цирреактивный белок, возьмите интерлейкин-1, и вы увидите, что прокальцитанин нормальный, а острофазовые показатели очень высоки. Задумайтесь, почему высокая активность процесса при отсутствии маркера бактериальной инфекции. И, кстати, в отношении рецидивирующих стоматитов, вот этих, Татьяна Михайловна, здесь есть у нас, синдром Бихчета еще, другой вариант, но уже аутоиммунного состояния. Не оставляйте таких деток для крупных городов, где есть университеты медицинские, не оставляйте таких деток с диагнозами рецидивирующей респираторной инфекции. Спасибо.